Превратить Арахлей в шикарный курорт – мысль совсем не новая. Чего только не предлагали чиновники и бизнесмены даже поселить сюда Деда Мороза. Все это до сих пор оставалось разговорами, но совсем недавно федеральные власти подписали постановление о создании туристического кластера на Арахлее. И выделили на его строительство 3 миллиарда. Планируется строительство родного баз, планируется строительство кемпингов, Планируется строительство кафе, станции технического обслуживания. То есть малый и средний бизнес активно готов включиться. Большая часть выделенных средств – небюджетные источники, но инвесторов на Арахлее надо еще заманить. Часть из них есть. В проект готовы вложиться туроператоры и уже вложилась РЖД, которая строит на берегу собственную гостиницу. Но пока что бизнесу на Арахлее мешают три ключевых фактора. Это высокая стоимость энергоресурсов, это высокая стоимость кадастровой недвижимости и это большой наук на землю. Мы планируем более внимательно и плотно поработать с администрацией Чеченского района, возможно, в сторону снижения этой арендной платы. Иначе Арахлей так и останется дорогим. По 2000 рублей в день с человека требует среднестатистическая турфирма за размещение на базе с удобствами и едой. Туристы жалуются. Многовато для озера, где все Забайкалье привыкло отдыхать дикарями. Кстати, о туристах. Их тоже надо как-то завлекать. По словам турагентов, уже продающих такие путевки спрос есть. Причем не только у забайкальцев. Арахлей пользуется популярностью у красноярцев и даже иркутян, у которых буквально под боком есть Байкал. Тем не менее, приезжие жалуются на слабую инфраструктуру. В частности, нигде нет указателей. Нужную базу найти очень сложно. В основном это в летний период, да, это семьи и отдых с детьми. Именно инфраструктура детская интересует туристов, которые не очень развиты, к сожалению. Между тем, Тутов заявил, что очередные изменения в план по превращению Арахлея в туристическую Мекку вносились с учетом запросов туроператоров. Нашлось там место и для инфраструктуры. В проект кластера входит линия электропередач. Федеральное финансирование проекта начнется со следующего года. Край ждет из центра порядка 250 миллионов рублей. Закончить строительство планируется в 2018-м. Надеемся, тогда на нашем канале выйдет сюжет о толпах туристов, а не об очередных планах чиновников. Никита Гребенников, Николай Шунков, ЗАП-ТВ.